МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Курганрук, студия Алексей Старцев. Погода на новогодних каникулах стала настоящим испытанием для дорожных служб Кургана. Чуть больше, чем за неделю в городе и области выпала двойная норма осадков. Как сообщают в администрации города, сгребание и подметание снега производилось в Заозерном, в микрорайонах Рябково, Глинке, Керамзитный, Утяк, Северный и в центральной части Кургана. Сегодня основное внимание будет уделено уборке дорог, пешеходных зон и тротуаров. Вывести весь снег с улиц города планируется в течение двух рабочих дней. После внимания уделят посыпке дорог и территории песком. У остановочных комплексов. Задействовано у нас было с МУПастры 20 единиц техники на тротуарах и пешеходной зоне плюс 60 человек рабочей силы. МУП СДП работали 69 единиц техники. Более 20 килограммов наркотиков сгорели в печи. Курганские чекисты по решению суда уничтожили вещественные доказательства по уголовным делам. Накануне Нового года синтетические наркотики сожгли в одной из котельных Китовского района. Самая крупная партия из уничтоженного – 20 килограмм синтетического наркотического вещества альфа-пиролидина Валера Фенон. Данный наркотик в декабре 2015 года был изъят у курьера Аптовика, перевозившего партию синтетики из московского региона в Новосибирск. В ходе осмотра машины наркокурьера, кроме 10 пакетов с наркотиками, скрытыми в нишах багажного отделения и в чемодане среди личных вещей задержанного, были изъяты два ноутбука, четыре сотовых телефона, несколько USB-модемов и сим-карт, используемых им для связи с сообщниками. Ксерокопии паспортов граждан, на чьи документы оформлялись сим-карты, а также электронные весы, медицинские перчатки, пакеты и садовый инвентарь в виде лопаток, совков, грабель. Эти предметы были нужны злоумышленнику для расфасовки наркотиков и устройства тайников-закладок. Суд квалифицировал действия фигуранта дела как покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. При этом суд учел активное содействие следствию в раскрытии и расследовании преступления и добровольную выдачу материальных ценностей, добытых преступных путем. Всего у наркокурьера было изъято три легковые иномарки и денежные средства – более 1 миллиона рублей и 800 долларов США. Помимо наркотиков в топку отправили средства индивидуальной защиты, химические прекурсоры и оборудование химической лаборатории, которую еще один зауралец оборудовал в частном доме. Таким образом администратор одного из курганских кафе решил организовать свой преступный бизнес. Дарья Менщикова, Михаил Котельников, Александр Киселев, Кирилл Филимонов, информационное агентство «Курган.ру». Более 140 ДТП за 8 дней. Именно столько. По данным городского ОМВД, произошло в столице Заурали дорожно-транспортных происшествий в новогодние праздники. В результате 13 человек получили травмы. Один ребенок погиб, еще один находится в коме. Всего госавтоинспекторы пресекли более 1600 нарушений ПДД. Основное из них – вождение в пьяном виде. В 2018 году в России пройдут выборы президента. Подготовка к этому масштабному событию уже начата. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин встретился с председателем областной избирательной комиссии Валерием Самокрутовым, чтобы обсудить вопросы взаимодействия избиркома и органов исполнительной власти. По единодушному мнению участников встречи, выборы президента должны пройти в Заурале на самом высоком уровне. Максимально прозрачно и легитимно. Для этого запланировано проведение ряда организационных и технологических мер. На территории Курганской области планируется перевести систему газвыборов на цифровые каналы связи. Под эту программу попадают 33 субъекта Российской Федерации. Денежные средства предусмотрены федеральным бюджетом. На территории Уральского округа – это Курганская, Челябинская, Челябинская области. Все остальные субъекты уже предъявлены на цифровые каналы связи. Ожидается, что на выборы президента в Россию приедет большое количество иностранных наблюдателей. Для обеспечения прозрачности будет вестись видеонаблюдение за процессом голосования. Видеонаблюдение на всех избирательных участках. А пока, по предварительным данным, это столица субъектов, города, городские округа и городские поселения. В Заурале под эту программу попадают 253 избирательных участка, где будут голосовать более 55% избирателей Курганской области. По мнению Алексея Кокорина, чтобы ни у кого не возникло сомнений в легитимности выборов президента, они должны пройти при хорошей явке избирателей. Явка зависит от многих факторов. Прежде всего, самое основное, на мой взгляд, это доверие ко всем уровням власти. Если есть доверие, значит, люди идут. Если нет, значит, они не идут. Поэтому это самое основное. Юлия Постахова, Николай Волков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Накануне праздников сенатор от Курганской области в Совете Федерации Федерального собрания Российской Федерации Елена Перминова подвела итоги уходящего финансового года. Как исполнился бюджет Курганской области и какие перспективы несет 2017 год федеральному бюджету в эксклюзивном интервью нашему корреспонденту. Бюджет Курганской области, конечно, идет очень напряженно. Если говорить о доходной части бюджета, то она выполняется, налоговые доходы. Неналоговые доходы, естественно, как и в прошлом, предыдущие годы, будут не выполнены. То есть не удалось продать то имущество, которое было предусмотрено в плане приватизации. И это, конечно, нам позволит бюджет исполнить с дефицитом. Но то, что мы в течение года работали и над мобилизацией собственных доходов бюджета, работали над оптимизацией расходных полномочий бюджета Курганской области, это дал определенный эффект. Тем более мы отрабатывали и с Министерством финансов Российской Федерации по получению дополнительной финансовой помощи. И, насколько я знаю, вот оно было получено сейчас. Это порядка 900 миллионов рублей. В последние дни уходящего года получили. Это позволит своевременно выплатить заработную плату. Закрыть те долги, которые накопились по оплатежам в пенсионные фонды, другие внебюджетные фонды. То есть это несколько поможет снивелировать вот те нехватку доходов, которые на самом деле существуют и объективно существуют в бюджете Курганской области. Вы знаете, что по приглашению губернатора Курганской области у нас в Курганской области работала комиссия из Министерства финансов Российской Федерации. Они подготовили ряд своих предложений. Предложения, конечно, эти очень существенные и по сокращению расходной части бюджета, и по увеличению доходной части бюджета, но над ними нужно работать. Я уверена, что финансовое управление Курганской области и правительство Курганской области внимательно изучат все эти представленные выводы комиссии. Самое главное, я считаю, что нужно работать над увеличением доходной части бюджета. Потенциал у нашей области есть. У нас создается новое предприятие. Вот недавно открылось предприятие «Вилфарм». Это дополнительные рабочие места. Пока это 230 рабочих мест. Это дополнительные налоги и поступления в бюджет области. Все те направления, которые касаются развития сельского хозяйства в Курганской области, они перспективны. И нужно работать дальше в этом направлении. Но и, как показывает жизненный опыт и практика у нас в области, создание новых рабочих мест, новых предприятий, это тоже актуально. И это получается, и это нужно приветствовать и дальше в этом направлении работать. Бюджет федеральный также в этом году, он был спланирован с большим дефицитом в размере 3%. По входе его исполнения дефицит еще увеличивается. Но все социальные мероприятия, все те направления, которые касаются выполнения заработных, платы указов президента, строительства школ, эти все мероприятия будут выполнены, и они уже выполняются. Кроме того, оказана субъектом дополнительная финансовая поддержка, о чем я говорила, что Курганская область у нас получила порядка 900 миллионов рублей. Так что бюджет будет исполнен. Источники покрытия дефицита бюджета, федерального бюджета, они есть. Это и резервные фонды правительства, и резервные фонды, которые у нас в федеральном бюджете отмечены. Так что бюджет будет по всем направлениям выполнен, но он будет дефицитным. Но дефицит покроется вот за счет этих источников. Я бы отметила основные характеристики бюджета на 2017 год, такие как в бюджете запланирован и отмечен очень низкий уровень инфляции, чего практически правительство Российской Федерации добивалось в последние годы. 4%. И очень хотелось бы этот уровень инфляции удержать в этом темпе. Но бюджет был спланирован, и мы, и члены Совета Федерации, и депутаты Государственной Думы отмечали, что параметры бюджета несколько занижены. В какой части? В той части, что сейчас наблюдается повышение цены на нефть. Она доходит у нас уже до 55 долларов за баррель, а бюджет сформирован исходя из 40 долларов. Но это может быть и хорошо, поскольку, как я говорила, что дефицит бюджета достаточно большой, и источником его покрытия является резервный фонд. Но такая цена на нефть как раз поможет сократить дефицит бюджета федерального, федерального бюджета. Также стоит отметить, что и в федеральном бюджете предусмотрены индексации на пенсии, другие социальные расходы проиндексированы, предусмотрена разовая выплата в размере 5000 рублей всем пенсионерам нашей страны. Если в первоначальном проекте бюджета была предусмотрена только выплата работающим и неработающим пенсионерам за исключением пенсионеров, относящихся к силовым блокам, то сейчас предусмотрена сумма и на этих пенсионеров. Зато выровнена бюджетная обеспеченность. Если раньше Курганская область в бюджете 2016 года получала дотацию на выравнивание в размере 8 миллиардов рублей, и мы имели уровень бюджетной обеспеченности 0,6%, а не процента, а от единицы 0,6%, то на 2017 год у нас уже уровень бюджетной обеспеченности равен 0,715. То есть вот эти 2,3 миллиарда рублей помогли нам несколько повысить наш уровень бюджетной обеспеченности. На последнем в этом году заседании зауральского правительства была утверждена территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам на территорию Курганской области медицинской помощи на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Как сообщает пресс-служба губернатора, в 2017 году финансирование программы составит около 12 миллиардов рублей. Из них более 3 миллиардов будет выделено из областного бюджета, еще около 9 миллиардов из фонда обязательного медицинского страхования. Директор Департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина отметила, что утвержденная программа сформирована с учетом порядков и стандартов оказания медицинской помощи, а также демографического состава населения за Урале. Программа содержит перечень видов, форм и условий медицинской помощи, оказание которой осуществляется бесплатно, целевые значения критериев ее доступности и качества. Привлечь внимание к проблемным опросам, улучшить состояние экологической безопасности страны. С этой целью 5 января президент страны подписал соответствующий указ и объявил наступивший 2017 год годом экологии. В наших выпусках мы неоднократно будем возвращаться к этой теме. Сегодня расскажем, есть ли у Зауралия предметы гордости в деле охраны редких видов животных и растений. Особо охраняемые природные зоны России, места с чарующей девственной природой, заставляющие задуматься о ценности жизни, разбросанные по всей территории страны. В их числе и уникальное Зауралие. Президент объявил 2017 год годом экологии. А значит вопросы экологии и защиты животного мира будут в наступившем году под особым контролем и вниманием властей. Среди них и нанесение ущерба миру краснокнижных растений и животных. К сожалению, такие факты имели место. И главным образом в отношении объектов животного мира. Нередко случается так, что во время открытия охоты и вообще в период охоты охотники не отличают виды, включенные в Красную книгу, от промысковых и стреляют их либо по ошибке, либо с целью умысла. Так в прошлом году в Чистозерском районе охотник застрелил краснокнижную птицу. Дело направлено в местный мировой суд. По закону ему грозит штраф 50 тысяч рублей. Кроме совместных рейдов с правоохранительными органами, сотрудники регионального департамента природных ресурсов регулярно проводят работу с населением. Разнообразные акции, выставки, круглые столы, открытые уроки, праздники и экскурсии по экотропам. Активную работу здесь проводят учреждения культуры, образования, областной краеведческий музей, детский южный центр, библиотека имени Югова. Населению дается возможность ознакомиться с нашей природой, с ее достопримечательностями, в том числе и с редкими исчезающими видами животных, растений. Кроме того, ведется издательская деятельность. Например, красная книга издана достаточным тиражом. В региональном департаменте отмечают возросшую активность среди молодежи к экологическому ликбезу, в какой бы форме он ни проходил. Будь то акции «Чистый берег», «Чистый лес», «Субботники», «Зеленая Россия», многое другое. Всего в подобных мероприятиях за прошлый год поучаствовало более 200 тысяч зауральцев. Преследуемая цель – привить новому поколению любовь и чуткость к уникальным местам малой родины. Таких мест в Курганской области довольно много, и они получают статус особо охраняемых природных территорий. У нас в области имеется 19 государственных природных заказников регионального значения, один заказник в стадии передачи из федеральной собственности Курганской области и 99 памятников природы регионального значения. Среди наиболее уникальных можно назвать ирюмские ельники на крайнем севере Шатровского района, где уже фактически имеются таежные ландшафты, сосна, ель. Местность довольно заболочена, и вот в этих условиях, как раз под пологом елей, предоставит большой набор орхидей. Уникальным для области является и единственное обнажение кристаллических пород Иванов камень на берегу реки Синары в Катайском районе и реликтовые леса в Петуховском районе – естественные степи Половинского, Звериноголовского, Целиного районов. Но, как говорится, редкость можно встретить и в самом неожиданном месте. Так, в зоне отдыха Серебряный ручей, бывшей карьерой вблизи поселка Старый Просвет, на рекультивированных берегах было открыто произрастание большого разнообразия орхидей. Однако, с лопатами в руках бежать не стоит. Мало того, что это наказуемо, растения не приживутся. В Красном Диве в Кургансковске включено 152 объекта животного мира, 24 объекта растительного мира. Среди них млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, насекомые. Некоторые из видов находятся под угрозой исчезновения. Это и розовый пеликан, и беркут, сапсан, стерх, венерин башмачок. Всего в нашем регионе обитает 64 особо охраняемых вида млекопитающих, около 300 видов птиц, более полутора тысяч растений. Ареал их обитания широк, а мир существования хрупок. Как заявляют учёные, этот мир может процветать. Главное ему просто не мешать, тем более не захламлять всё вокруг мусорными кучами высотой Северест. Недавно на эту проблему уделил внимание и президент Владимир Путин, потребовав ликвидировать в регионах крупные свалки. Как обстоят дела в Зауралье, расскажем в наших следующих материалах. Алексей Старцев, Александр Киселёв, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курган.ру. Руководство одной из крупнейших в России телекоммуникационных компаний национального масштаба посетило село Глядянское Курганской области. А всё потому, что именно здесь началась реализация федерального проекта по модернизации сельских АТС. Населённый пункт после завершения работ станет передовым в стране по развитию сетей связи. На месте побывала и наша съёмочная группа. Вот старое оборудование, выпущенное ещё в 60-е годы прошлого столетия. Занимает целую комнату. Здесь даже слышно, как идёт соединение, как один абонент звонит другому. А вот новое, компактное, бесшумное, лёгкое в обслуживании. Занимает всего одну стойку. Село Глядянское стало пилотным, где прорабатываются опыт и новые подходы по модернизации сетей сразу в нескольких направлениях и по разным технологиям. Здесь не только меняют аналоговую АТС на цифровую, но и реконструируют устаревшие линии связи. Абоненты, которые живут на краю села, всё равно получат быстрый интернет и качественное ТВ. Всё потому, что для них будет организован беспроводной широкополосный доступ. Есть уже первые счастливчики, которые современные технологии оценили, как говорится, на себе. Ну, качество, в основном качество, быстрота. Интернет, да, интернет качество улучшилось. С переходом на новое оборудование сельчанам станут доступны телекоммуникационные услуги качественно нового уровня. Доступ в интернет по технологии GEPON на скорости до 100 мегабит в секунду. Интерактивное телевидение с возможностью просмотра более 200 каналов. Цифровая телефония с большим количеством функций. В прошлом году мы начали проект по трансформации сельской связи. Дело в том, что так исторически сложилось, что сельская связь у нас в стране во многом недофинансирована. Вот мы начали этот проект. В этом населённом пункте мы попробовали несколько разных технологий для того, чтобы убедиться в том, насколько, во-первых, они работают, насколько для жителей это приемлемо, и можем ли мы вписаться в те ценовые параметры, которые тоже определяют очень многое. Оказалось, что можно. Очень важно, что благодаря такому опыту всем жителям большой России современные технологии связи будут доступны. Алексей Старцев, Ульяна Чупала, Александр Киселёв, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру. Информационное агентство Курганру объявляет о старте проекта «Время успеха-2017». Светлана Айпифанова расскажет, как оставить заявку на участие. Региональная премия общественного признания «Время успеха-2017» стартует. Информационное агентство Курганру объявляет о начале приема заявок от жителей Курганской области. Если вы добились значительных успехов на профессиональном поприще, в творчестве, искусстве, спорте, общественной деятельности, благотворительности, звоните в редакцию, и мы снимем с вашим участием сюжет. Если рядом с вами живут и работают люди, о которых должны узнать все, также сообщите нам. История о современных героях Зауралья увидят телезрители программы новостей, подготовленной информационным агентством Курганру и читатели одноименного сайта. Эта работа будет идти в течение года, а накануне новогодних праздников мы вновь выберем лучших путем народного голосования. Заявки принимаются по телефону в Кургане 600 045 и по адресу электронной почты новостесобакакурган.ру. Напомним, что в 2016-м в проекте приняли участие свыше 100 номинантов. За них проголосовали более 23 тысяч человек сразу на четырех площадках, на сайте Курганру и на официальных страницах агентства в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Фейсбук. В номинации «Профессионал года» победителем стала Надежда Когут – 1445 голосов. В номинации «Достижение года» лидером стал Михаил Кичигин, набравший 1129 голосов. В номинации «Доброе дело» первым оказался Виктор Осипов – 538 голосов. В номинации «Спортсмен года» на протяжении голосования уверенно опережал всех Вазир Тамаян. Он и стал победителем, набрав 1102 голоса. В номинации «Талант года» больше всего голосов оказалось у Центра танца «Парадокс-2988». Победители номинации были награждены на торжественной церемонии, которая состоялась 23 декабря. Редакция информационного агентства «Курган.ру» расскажет о том, как сложится их судьба в этом году. Следите за выпусками проекта «Время успеха». Светлана Епифанова, Александр Карпов, информационное агентство «Курган.ру». Роспотребнадзор по Курганской области совместно с УМВД Кургана устроили настоящую охоту за нарушителями. Совместными силами оба ведомства сокращают оборот спиртосодержащей непищевой продукции в регионе. Всего за время новогодних праздников проверили более 70 объектов торговли, магазины, ларьки, киоски. Первой партией запрещенного напитка стали 7 литров лосьона «Хлебный люкс». Под арест попала 71 бутылка продукции, не имевшей товарно-сопроводительных документов. В управлении Роспотребнадзора по Курганской области организована и работает горячая линия, куда можно сообщать о фактах незаконной продажи такой продукции либо получать консультацию по поводу того, что является не пищевой спиртосодержащей продукции. Телефон 8 800 145 04. 9 января официально у всех закончились так называемые новогодние каникулы. После 9 дней отдыха накопилось немало впечатлений. Валерия Печорских в одном из торговых центров города расспросила жителей и гостей Кургана, как они провели самые длинные выходные в году. На площадь ходили, на горках катались, на оленях катались, кто там, верблюд еще был. В Цыпаково гуляли, ну что, с семьей проводил время. С ребенком ходили на горку, на праздники, на елку везде. Очень прекрасно все. У меня внучка приезжала, на дачу ныряли в снег. В новогодние праздники я работала. Мы отдыхали с семьей, мы отдыхали с друзьями, мы поздравили всех родственников, всех, кого мы любим. Здорово провели время. Покатались с горочки, конечно же, сходили на нашу любимую красивую площадь, посмотрели на замечательную елку. Здорово провели время. Ну, 31-го, как обычно, застолье. В последующие дни работа, снегоборьба, значит, гулял в парке и так далее. Я думаю, сидел, играл на улице. А во что играл? На горке катался, в снежки. А больше таких праздников, во-первых. Во-вторых, просто отдыхали. Ходили в церковь, гуляли и вкусно кушали. Отдыхали. Дома, домашние, приезжали внуки. В общем, ходили на спектакль на новогодний, на Золушку. Очень хорошо понравилось. Так что новогодние праздники дома с семьей отмечали. Мы ходили по барам. Значит, из того, что они приехали из Питера? Да, мы приехали из Питера на Новый год. Мы ездили, значит, на горячие источники. Мы ездили в сауну, в бильярд. Вот только что из боулинга спускаемся. Где мы еще были? На лыжах, на коньках? На лыжах, на коньках катались. Скоро в Заурале за племенными жирецами поедут коньезаводчики со всей страны. В декабре предприятие «Невзоровская», расположенное в Китовском районе, получило признание Минсельхоза России высокий статус племенного репродуктора по разведению лошадей русской рысистой породы. Сейчас у хозяйства есть стадо высокопродуктивных племенных животных, поэтому здесь выводят чистейшую породу. Таким образом, «Невзоровская» сохраняет уникальную породу русского рысака. Предприятие теперь может продавать лошадей как в Заурале, так и по всей стране. В настоящее время на пастбищах и в конюшнях предприятия содержатся 57 лошадей. Молодняк постоянно тренируется на Курганском ипподроме. Кроме того, он ежегодно принимает участие в различных чемпионатах и занимает призовые места. Например, гнидой жеребец-кардинал Фармен признан лучшей двухлетней лошадью России. Курганские школьники побывали на выставке креативных шпаргалок в Екатеринбурге. Курганские спортсмены отличились в начале 2017 года. Сибирские морозы дошли до Греции. Холод сковал страну от севера до юга. Эти и другие новости ищите на сайте Курган.ру. Эфир подошел к концу. До новых встреч. Приглашаем на православную выставку с 19 по 24 января в спортивном комплексе имени Горбенко. Иконы, церковная утварь, продукты и одежда. 10 марта. Филармония. Незабываемый живой концерт Владимира Преснякова и Натальи Подольской. Лучший подарок на самый женский праздник. Три, два, один. Старт. Точки приема рекламы выводят ваш бизнес на новую орбиту. Подайте коммерческую бегущую строку и о вашей компании узнает весь город. Точки приема рекламы. Вселенная возможностей для вашего бизнеса. 18 марта. Областная филармония. Наш прославленный земляк Евгений Григорьев. Жека. Юбилейный концерт. Интернет-магазин Столплит представляет. Мебель по традиционно низким ценам. Спальня Кита Дизира темной за 6990 рублей. Столплит. Доступная мебель. Интернет-магазин Е96. Видеорегистраторы от 1090 рублей. Е96. Заказывай и забирай. Получайте удовольствие от продажи недвижимости. А всю работу доверьте профессионалам. Активное рекламное продвижение объектов. Быстрая и выгодная продажа. БК-недвижимость. Единственная риелторская компания в Кургане, услуги которой сертифицированы. Красина 61. Телефон 411-511. Недетская арифметика молодой семьи. Одноразовые подгузники. 990 рублей в месяц. 12 месяцев на 3 года. Многоразовые подгузники Канапуша. Сократить эти траты в 10 раз. Канапуша. Экономично. Экологично. Спрашивайте в сетях аптек Курган Фармация и Главаптека. Ваш малыш. Его первые шаги. Первая улыбка. Сохраните самые трогательные моменты, которые останутся с вами навсегда. С фотокнигами типографии Курьер. Удобный формат. Индивидуальный дизайн. Типография Курьер. Цените моменты. Впервые в нашем телемагазине. Надувной лежак. Идеальное решение для любителей активного отдыха и выездов на природу. Удобный, практичный, эргономичный. Прост в использовании и не требует много места для хранения. Отличный подарок на Новый год. Звоните и заказывайте прямо сейчас. Надувной лежак. Всего за 2499 рублей. Лучший подарок в день 8 марта. Областная филармония. Неподражаемый Игорь Саруханов. Билеты на мойконцерт.ру 23 февраля. Областная филармония. Грандиозное симфоническое шоу. Наши рок-хиты. Билеты на мойконцерт.ру 5 марта. Филармония. Большая сольная программа. Короля русского шансона Михаила Шуфутинского. Лучший подарок любимой женщине. Главная распродажа года. Скидки до 70% и плюс до 18% по карте любимого покупателя в магазинах «Чемпион» и «Курган Обувь». Викер, Бады, Манро, Бланета, Обувь, Элита, Элисет, Айдини, Франческа, Тоник, Аликса, Шускорт. Здравствуйте. С прогнозом погоды вас знакомит Карманова Жанна. Дорогие курганцы, закончились праздники. Но не закончились сюрпризы от сети обувных магазинов «Курган Обувь» и магазинов «Чемпион». Они дарят вам главную распродажу года. Скидки до 70% плюс до 18% по карте любимого покупателя в магазинах «Чемпион» и «Курган Обувь». Манро, Зенден, Калипсо, Витачи, Айдини, Франческо, Донни, Баден, Лизет, Рикер, Кедда, Ральф, Элита, Тамарис, Планета Обувь. А теперь о прогнозе сенотиков. Во вторник на погоду за Уралия скажется влияние теплого атмосферного фронта с юго-запада, из-за чего небо постепенно нахмурится, осыпаясь небольшим снегом, а аномальные морозы начнут отступать. В Екатеринбурге минус 15-17, в Кюмени минус 20-22, в Челябинске минус 12-14, местами возможен небольшой снег. В Кургане облачно, с прояснениями, к утру возможен небольшой снег. Ветер южный 3,8 м в секунду, температура воздуха минус 26-28, к утру потеплеет. Днем в Кургане облачно, небольшой снег, ветер южный 4,9 м в секунду, температура воздуха минус 18-20, к вечеру потеплеет. Атмосферное давление будет падать и составить 755 мм ртутного столба. 10 января солнечная активность умеренная, гермодирное поле неустойчивое. В этом я прощаюсь с вами. Всего доброго!